До 1 сентября считанные дни, а их прежняя школьная форма, ранцы, тетради и карандаши остались за тысячи километров. В этом году в Чебоксарах за парта сядут более 80 украинских детей. Школьникам, которых разместили на территории Ленинского района Чебоксар, сегодня подарили учебные принадлежности. А еще вместе с детьми сотрудников устроили экскурсию по Чебоксарскому электроаппаратному заводу. Подробнее в сюжете. 73 года назад завод эвакуировали в Чебоксар из Харькова. Это крупнейший город в Восточной Украине. Тогда, в 41 году, оборудование вывезли подальше от фашистских захватчиков. Но эти дети вместе с семьями были вынуждены бежать с Украины подальше от тех, кто не выучил урок истории Второй мировой. И в далеких 40-х и сейчас завод производит продукцию, в том числе для оборонной промышленности. Но в Чебоксарах под мирным небом в музее предприятия она вызывает не страх, а только интерес. Казалось бы, объяснить простым языком детям, что сейчас производит завод, не так легко. Однако за сложными названиями скрывается простой и очень важный смысл. Все прекрасно знаем, откуда у нас появляется электричество в квартире. Для того, чтобы оно поступило именно к вам в квартиру, мы делаем блочно-модульные подстанции транформаторного типа. Это домики. Бывают они разные, бывают они большие, бывают они маленькие, бывают они теплые, бывают они холодные. Бывают они стоят из нескольких зданий, чтобы вам было тепло, чтобы вы могли учить уроки, чтобы у вас был свет всегда. Возможно, через года эти дети станут сотрудниками предприятия. А пока им надо учиться. Собраться в школу помогли депутаты городского собрания, город-министрасы и представители завода. Тем семьям, тем людям, которые сейчас вынуждены были покинуть свои дома в Украине и переехать на территорию России, в частности, в город Чебоксары, у них очень затрудительная ситуация, естественно, с финансами. А поскольку собрать ребенка в школу – это очень дорогое сейчас мероприятие, и поэтому мы решили помочь. В школе нужны тетрадки, ручки, карандаши, краски. Я буду учиться хорошо. Одели с ног до головы наших детей, подготовили в школу и констовары, и школьная форма, потому что на Украине нет такой строгости с формой. Дети то есть, чем хотят, то мы ходят в школу. А здесь, да, форма, все строго. Школа очень хорошая, учителя вообще очень классные, веселые такие, и говорят, что помогать тоже будут. Новые чебоксарские школьники обещают учиться будут только на пятерке. Взрослые отмечают, это не так важно, а главное, что за окнами не будут рваться снаряды.